В ночь с субботы на воскресенье мы переходим на летнее время, а это значит на час вперед. Как переводят стрелки самых необычных часов в Бендерах и умеет ли молодежь читать обычный циферблат, расскажет Алина Ганган. Спать мы будем на час меньше. Эту фразу скоро все услышат или сами будут говорить. В последнее воскресенье марта стрелки часов переводят на летнее время. Вместе с нами время переводят соседние Украина и Молдова. Перевод времени точно ощутят хозяева часов с обычным циферблатом, потому что стрелки нужно двигать вручную. А вот для любителей электроники это лишь формальность. За них все сделает сам гаджет. Уже больше 40 лет на этом доме в Бендерах висит вот такой агрегат. Часы, которые показывают время, месяц и число. Механизм сконструировал папа Юрия Николаевича Николай Надоля еще в 80-е годы прошлого века. Юрий Николаевич два раза в год стрелки часов переводит сам. Но не в 4 утра, как это положено. А в субботу вечером, когда стемнеет и на дом с часами, прохожие уже точно не смотрят. Значит, для удобства всех, в том числе себя, где-то в 10 часов вечера посмотрел все новости по телевизору, поднялся наверх к механизму часовому. Рычажок этот я кручу назад, назад, значит, и передвигаю там на час. Еще несколько лет назад механические часы со стрелками были одними из самых популярных и востребованных приборов. Сейчас увидеть их у кого-то на руке – большая редкость. Поэтому, наверное, и молодежь в стрелках теперь слабо разбирается. Мы решили провести эксперимент и узнать у прохожих, поймут ли они, глядя на старый циферблат, который час. Результаты эксперимента заранее не разглашаем их, а также ответы на вопросы, есть ли сейчас работа у часовой. И как определяют время пенсионеры – смотрите в программе «Отражение в субботу».